все правильно сегодня у нас peugeot 408 снова машина крайне ненадежная ломучая дорогая в эксплуатации с мотором ep6 который никто не берется делать короче кусок металлолома сегодня будем менять помпу операция очень сложная и дорогая поэтому будем делать ее сами помпу купили вот ну а наша дорогая машина дорогая помпа 2 800 стоит in of sky на приору такая помпа стоит в разы дешевле вот недавно ставили на приору 16 клапанную она стоила 2 450 чувствуете какая большая разница прям так ну помпа здесь крайне ненадежный агрегат ломается постоянно люди жалуются что она обычно ломается у них на 40 тысячах уже чё там у нас блин 211 тысяч короче мы забыли что она должна сломаться и она не сломалась но чё-то как увидели что 211 тысяч решили все-таки поменять где-то там в недрах моторного отсека лежит помпа говорят можно поменять ничего не разбирая примут отсюда вот вот так вот ну как бы мы не циркачи поэтому мы все-таки колесико снимем и подкрылок тоже уберем колесо снимается просто 4 болта подкрылок снимается тоже достаточно несложно но главное обратить внимание на то что если снятие подкрылка у вас вызывает затруднения ну не стоит дальше смотреть и вообще продолжать поставьте колесо назад подкрылок сняли сделаем ведь что без труда теперь нам мешает фрикционный механизм который слегка закрывает помпу я не знаю как он работает но он работает расслабили механизм расслабили механизм и открутили вот эти два болтика какой-то умник в каком-то месте написал что там два болтика фрикционный механизм их на самом деле 3 просто 3 плохо видно таки пришлось под машину все-таки лечь и паски игры давай там еще разъем счета про этот разъем я вообще нигде ничего не слышал специально как путевый подготовился почитал что делать опа лодка с рук и никакого мошенничества вот он фрикционный механизм три точки его крепления с другой стороны вот так он стоит короче вот фрикционный механизм сверху разъем три точки крепления ручка ну и ролик сам блин 200000 peugeot и хотя бы бы ролик сломался что ли ну ладно наложу сверху шум сделаем вид что ролик надо менять что надо откручивать шкив помпы мозгов ведь не хватило открутить его пока фрикционный механизм стоял ну смысле расслабить делаем же все по мануалу вот теперь надо будет опять выпендриваться так ладно лишним вырежем сделаем вид что мы такие умные один ключ накидываем чтобы шкив не крутился а вторым откручиваем следующий полки минус этого лайфхака в том что один болтик все-таки придется как-то открутить о прикольно смотрите как можно крутить не болтик а шкив в интернете идет полемика вокруг вот этого болтика 5 болтик который находится под шлейфом одни говорят что шлейф расслаблять надо другие говорят что не надо типа можно отогнуть его и достать вот смотрите я отогнул и в принципе планирую достать но для этого я его открутил наполовину сверху открыть я сразу не понимал почему такая полемика вокруг одного болтика оказывается он находится вот здесь его даже показывать неудобно короче находится он где-то вот здесь вот болтик на 13 но подключена 13 резьба м8 вот и откручивается он вот удобно только вот таким способом решетку вставляем и вот так крутим все открутили вытащили радуемся из-за сложности откручиваем этого болтика видимо и поднялась такая полемика на его открутить надо никогда не мои никогда не лежите под помпой когда сливаете с нее анти откуда это знаю ну так скажем лежал знаю болтики подключена 10 резьба м6 5 штук откручиваем и снимаем снимаем видео снимаем помпу так короче тут самый печальный 5 болтик я буду снимать не с ним вот она снятая помпа маркиф автомотив кто хочет поставьте на паузу вон циферки видно и только один вопрос не дает мне покоя нафига сюда полез помпа целая люфта нету не шумит не течет еще ответ один начитался в интернете страшилок про то что помпа умирает на 40 тысячах и вот испугался это старая помпа это новая помпа о нет 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 я скажу что меняю помпу из-за того что здесь крыльчатка пластиковая а здесь стальная нет здесь стальная блях муха не 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 здесь пластиковая крыльчатка она прозвучит как стальная и здесь тоже пластик короче меня помпа просто так пластик пластик ну и ладно видно что родная помпа сделана все-таки качественнее чем вот это ну видно же да так и видно что здесь резинка очень фигово сидит и тит твою мать для кого не обманываю это помпа бы еще ходила и ходила короче ресурс этой помпы может доходить до 200 тысяч и больше и не хрен тут и незачем туда лезть если она не потекла не зашумела и просто люфт проверьте в конце концов прежде чем туда лезть не смотрите не читайте лишнего что нужно лить вместо антифриза чтобы такая хорошая помпа навернулась за 40 тысяч кто у нас реально пострадал за 200 тысяч так это шкив помпы он прорезиненный из фрикционного материала старый новый если вместе посмотреть на старые новые это прям прикольно новый новый а старый прям старый и видно что уже резина начала отрываться не в принципе инструмент это надо не так уж и много оказалось это я баловался это не помню зачем принес в принципе при наличии небольшого количества инструмента замена помпа на и p6 дело несложное сложнее всего в этом деле было жить с мыслью на фига я ее трогал теперь нет денег и на выходные вот здесь вот есть спускной экранчик через него спускаем воздух просто обычная заглушка как на миппеле где-то вот здесь есть такая же точно не знаю где я обычно воздух спускаю там разумеется перед тем как ставить подкрылок и колесо я завел машину и проверил все на отсутствие течи и конечно же все болтики которые я откручивал обратно я закручивал на фиксатор резьбы может быть это и не надо но так спокойнее спится если вы досмотрели до сюда значит поставить подкрылок и колесо уже не проблема самое страшное позади все пока